Друзья, всем привет! На этом объекте мы ведем отделку дома фасадными панелями альтопрофиль. История этого дома забавная, но достаточно распространенная. У дома уже была выполнена отделка кирпичом, но в силу того, что в доме холодно, ему потребовалось утепление и новая отделка. В этом видео я расскажу про монтаж фасадных панелей и отвечу на большинство вопросов, которые вы задавали про отделку цоколя. Поехали! Для отделки этого дома мы используем новую коллекцию фасадных панелей альтопрофиль кирпич рижский. Для цоколя панель номер 5, для фасада панель номер 4. К особенностям этой коллекции можно отнести увеличенную высоту одной панели до 590 миллиметров. Это подходит в том случае, если две панели на цоколь пускать это слишком высоко, а одна панель слишком низко. То есть вот такая вот середина. Что касается конкретно этой коллекции, белый шов будет хорошо сочетаться с белыми отделочными элементами. Эта коллекция не будет стыковаться с панелями из других коллекций, но об этом мы поговорим позже. Еще одной особенностью является то, что здесь углы изготовлены не в размер. Примерно на 4 панели потребуется 5 углов. Очень часто в комментариях поступали вопросы про разную высоту цоколя. Как быть? Если разница всего несколько миллиметров, то это считается ровным цоколем. В таком случае мы находим по уровню самую высокую точку по низу цоколя, по этой точке выставляем стартовую планку или G-профиль. Очень важный момент. Если у вас значительный перепад цоколя, то стартовая планка вам не подойдет. Следует приобрести G-профиль, так как вы будете подрезать нижнюю часть панели и отрежете замки, которые вставляются в стартовую планку. Разница в высоте цоколя может достигать нескольких метров, допустим, если дом построен на участке с уклоном. В таком случае чаще всего цоколь делают темным цветом, а фасад светлым. Данная коллекция монтируется справа налево и, начиная от угла у первой панели, мы подрезаем замки. Но как технически это сделать правильно? Для того, чтобы нам вывести все в единый уровень, нам надо отбить вот этот уровень по всему дому. То есть вот этот профиль у нас уже установлен по уровню. По нижней части, по тому наклону, как у нас будет идти цоколь, мы снизу устанавливаем G-профиль. Еще раз повторюсь, если цоколь идет под уклоном, стартовая планка здесь не подойдет. Центр профиля у нас является местом, куда мы будем крепить саморезы в этой панели. И для того, чтобы нам понять, под каким углом нам необходимо подрезать, мы берем, замеряем длину панели. В данном случае здесь у меня 72 сантиметра. Отмечаю эту часть по центру профиля и отмираю высоту. То есть с этой стороны у меня будет 52 сантиметра, а с этой стороны 49. То есть мне необходимо подрезать панель под небольшим углом, для того, чтобы она у меня встала сюда в G-профиль, и вывела верхнюю часть в единый уровень по дому. Саморезы закручиваем строго в центр замка, оставляя возможность для хода панели. Здесь у нас есть еще дополнительное монтажное отверстие. Мы закручиваем сюда саморез, для того, чтобы, вставляя следующую панель, вот эта панель у нас никуда не съехала. После того, как мы выставим ряд этих панелей, мы выкрутим вот эти саморезы. Следующую панель монтируем таким же образом. Эта коллекция у нас монтируется справа налево. Здесь у нас имеются дополнительные крепежные отверстия. Примерно через 2-3 панели мы дополнительно закручиваем сюда вот это отверстие в профиль. Высота G-профиля 2,5 сантиметра. Это позволяет нам допустить небольшую погрешность, когда мы подпиливаем панель. Но и подпиливать панель под самый притык не нужно. Все-таки должен оставаться свободный ход для панели. При большом перепаде цоколя может потребоваться несколько рядов фасадных панелей, для того, чтобы это все вывести в единый уровень. При монтаже сайдинга на неровный цоколь принцип монтажа остается точно таким же. Забегая немножечко вперед, отвечу на вопрос, для чего мы смонтировали здесь несколько рядов дополнительного профиля. По первому этажу, в тех местах, где человек может облокачиваться на фасадные панели, мы смонтировали дополнительные профили, для того, чтобы обеспечить жесткости панелям. То есть, облокотившись на панели в этой части, их будет практически невозможно повредить. А выше уже, там, где будет меньше механических воздействий на фасадные панели, мы выставляли шаг горизонтальной обрешетки под высоту одной панели. Итак, основные правила монтажа фасадных панелей. Монтаж осуществляется только на обрешетку с обязательным созданием воздушного вентилируемого зазора. Здесь у нас уже утеплены стены, установлена гидроветрозащитная мембрана, установлена обрешетка и выполнена отделка стен. С помощью подсистемы можно создать искусственно цоколь. То есть, вынести сюда на определенное расстояние цоколь и сделать, как будто бы здесь будет выступающая искусственная часть. Но также с помощью подсистемы можно сравнять выступающий цоколь в единую плоскость с фасадом. В тех местах, где у нас ровная плоскость для старта фасадных панелей, можно использовать стартовую планку. Но чтобы не обходить от общей концепции дома, здесь также была применена G-планка. Также фасадные панели необходимо монтировать на расстоянии от 3 до 5 сантиметров от земли. Нельзя делать их впритык к земле или отмостки, потому что сезонные пучения грунта могут повредить первый ряд фасадных панелей. Изначально выставляем углы фасадных панелей. Крепеж осуществляем в специальные для этого отверстия. Далее монтируем сами фасадные панели. На этих панелях имеется дополнительный крепеж, поэтому монтаж осуществляется слева направо. Саморезы закручиваем только в центр отверстия, не закручивая саморезы до конца, оставляя свободный ход для линейного расширения фасадной панели. Панели из одной коллекции стыкуются между собой по вертикали и по горизонтали. Но что делать, если необходимо стыковать несколько разных коллекций фасадных панелей или необходимо стыковать фасадные панели с сайдингом? В таком случае можно использовать два G-профиля, используя их друг другу спиной к спине. То есть заканчиваем ряд фасадных панелей, сюда закрепляем G-профиль, разворачиваем G-профиль и монтируем его обратной стороной. С этой стороны монтируем сайдинг. Можно для этих целей использовать стыковочную планку, но только в том случае, если толщина фасадных панелей подходит под толщину стыковочной планки. Об этом лучше уточнить у производителя. По вертикали панели из одной коллекции стыкуются между собой. Но и некоторые разные коллекции тоже могут стыковаться между собой по вертикали. Об этом лучше уточнять у производителя. Если необходимо стыковать по вертикали панели, которые между собой не стыкуются, для этого можно использовать отлив. Для фасадных панелей существуют только наружные углы. Во внутренних углах мы доводим панели до угла здания, и выставляем G-профиль. И уже в этот G-профиль мы вставляем панели в другой плоскости. Для примера покажу вам на уже отпиленной панели. Примерно вот таким образом. Нужно еще учесть, какая у вас коллекция. Например, фасадные панели под кирпич необходимо монтировать таким образом, чтобы шов разных панелей у нас совпадал по вертикали. А если монтируете фасадные панели под камень, то каждый следующий ряд необходимо делать с небольшим смещением, чтобы это смотрелось более естественно. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...